Как мы сообщали ранее, за последние две недели произошел резкий скачок цен на некоторые виды потребительских товаров. В частности, на яйца, подсолнечное масло и сахар. Для того, чтобы рассказать причину изменения цен, представители нескольких министерств и ведомств провели пресс-брифинг. Если раньше одно яйцо стоило в пределах тысячи сумм, то сегодня оно стоит почти две. Цена подсолнечного масла выросла с 11,5 тысяч сумм до 15, а средняя стоимость мяса составляет 70-80 тысяч. Чек за последний месяц повысился в среднем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. На внутреннем рынке у нас большой спрос на продукты питания. В связи с этим вырос процент импорта. Также хочу отметить рост цен. К примеру, сахар у нас привозят из России. Так как там снизилось производство сырья, это отразилось и на наших ценах. Сейчас мы рассматриваем вариант увеличения производства сахара в стране и импорт сырья из Бразилии. Акцизный налог на ввоз продукта был отменен. Кроме того, в мировой товарно-сырьевой бирже ожидается спад цен на этот продукт. Другие продукты тоже не остались в стороне. Мы принимаем все меры, чтобы цены не поднимались, а снижались. Стоит отметить, что с марта по сентябрь в ГНК поступило порядка 32 тысяч жалоб от граждан на повышение цен. Каждый год со стороны ГНК проводится мониторинг. Был организован штаб, где сотрудники изучили работу 49 предприятий по производству муки, 201 дехканского рынка и 9,5 тысяч аптек. В их полномочия входило предотвращение незаконного роста цен на продукты и лекарства. Все жалобы были оперативно изучены и предотвращены. Что касается ценовой политики, то у нас есть договоренность с рынками о том, что установленные цены не будут повышаться. К примеру, растительное масло будет стоить 11,5 тысячи суммов, хлопковое масло 9,5 тысячи, сахар 5800, мясо 46 тысяч суммов соответственно. Что касается супермаркетов, то и там у нас есть договоренность. Цена сахара будет составлять 6 тысяч суммов. Это касается и яиц с мясом. В ходе мониторинга было выявлено, что в 2600 случаях было незаконное повышение цен, сумма в 6 миллиардов суммов. Также были увеличены цены на хлопковое масло. Заместитель председателя ассоциации Узьох Мойсануат Ахрор Абдурахимов отметил, что это временная мера из-за сбора хлопка. По окончанию стоимость станет прежней.